В этом уроке мы с вами рассмотрим такие инструменты рисования, как ластик, ну или проще говоря стерка. Конечно, многие из вас могут со мной поспорить, ну мол, какой же это инструмент рисования, когда он наоборот удаляет, а не рисует. На самом деле ластик может работать как кисточка или как карандаш, это без разницы. То есть инструмент еще более получается универсальный. Итак, в чем суть заключается этого ластика? Давайте мы выберем ластик и попробуем здесь поводить. Видим, что у нас он здесь удаляет белым цветом, все нормально вроде бы, работает, видим, все удаляется. Но на самом деле, когда мы выбирали карандаш, указывали здесь черный цвет и рисовали, карандаш рисует черным цветом, видим. Но если мы поменяем, то есть задний план поставим черный и попробуем ластик, то видим, что ластик у нас начинает стирать черным цветом. То есть, вот вам факт налицо, ластик он не стирает, он тоже заливает. То есть он может работать как кисточка, только для ластика надо будет указывать уже вот обратную сторону. Видим. Довольно-таки удобный момент в плане того, что, допустим, если у вас там какой-нибудь синий фон и вы решили стереть, чтобы, если ластик все время будет стирать только белым, то будет неудобно. А так вы на синем фоне поставите синий ластик и стерете, что вам надо. Ну, думаю, здесь все ясно. Так вот, почему я говорю, что он может работать как кисточка или карандаш? На самом деле, вы уже знаете, что он не стирает, а рисует на самом деле ластик. И обратите внимание, на панели атрибутов здесь есть режимы. Режим кисти, режим карандаша, режим блока. Ну, блок это обычный квадрат такой. Карандаш мы уже с вами смотрели, кисть мы еще с вами будем рассматривать. И то же самое у ластика точно такие же наборы доступны, как и у кисти. Наборы пера. Видим, тут идет перо. Можете выбирать любое и начинать рисовать. Видим, все это ластик делает точно так же, как и кисточка. Никаких практически ограничений нет. Следующий момент использования ластика – это фоновый ластик. Итак, если обычный ластик рисуют, то фоновый ластик на самом деле стирает. То есть уже стирает конкретно, делает, так сказать, дырки в слоях. По поводу слоев мы тоже еще будем разбираться уже завтра. А сейчас давайте попробуем. Нажимаем и видим, что он у нас удаляет. Так, давайте я еще назад вернусь. Вот, видим, как он у нас удаляет фоновый наш ластик. И в чем заключается суть этого ластика? Суть заключается в том, что он делает слои дырку. То есть, вот это, что мы видим, шашечный фон вокруг, это уже будет прозрачный фон, если мы сделаем из этого документа картинку PNG. И наложим ее на другую картинку, то та картинка, на которую мы наложим, будет в этом месте просвечиваться. То есть, здесь у нас полностью прозрачный, то есть, фоновый ластик сделал в слое дырку. Тоже, думаю, понятно, ничего сложного. Следующий пункт, это волшебный ластик. Волшебный ластик, он уже действует по принципу заливки, только как фоновый ластик. То есть, если заливка рисует, то волшебный ластик, он полностью выдирает фон. То есть, тоже сделает все прозрачным. Итак, давайте попробуем. Здесь нажмем бац и видим, как у нас здесь все удалилось и стало шашечным. Кстати, помните, я вам в уроке про заливку рассказывал про допуск. Тут тоже это понятие есть. И я вам говорил, что здесь служит таким ориентиром для Photoshop качество цветовой гаммы. То есть, как только цветовая гамма другая, то заливка тут же прекращается. Тот же самое на самом деле происходит и с фоновым ластиком. Давайте мы это попробуем. Итак, сделаем допуск. Давайте, ну 36 пускай так и будет. И обратите внимание, где, докуда он у нас кончился, видим. А теперь давайте попробуем поставить допуск 190. Так, в истории это все отниму. И опять же нажму сюда. И обратите внимание, докуда у нас удалилось уже. То есть, в крайности удалилось практически до желтого цвета. С этим, думаю, тоже все ясно. Ничего здесь тяжелого, как видите, нету. С ластиками мы тоже разобрались. И теперь уже переходим к следующему занятию. Продолжение следует...